всем привет ребят сегодня просто шикарная погода сегодня суббота мы вышли у дома вам показывали у нас есть скверик такой маленький никого нет во дворе поэтому мы вышли немножко посидим с виталькой вдвоем потому что мы вообще не выходим мы вообще собрались в магазин на закупы потому что как бы что виталика выходные и чтобы потом я не шаталась по городу дома дома сидеть это хорошо магазин все равно надо ходить иногда хотелось бы немножко сейчас рассказать о последних новостях о последних нововведениях которые были введены да потому что все звонят все спрашивают и чтобы не отвечать каждому мы просто запишем это видео до ким будет тем более тем более вот эти все меры они вводятся как-то поэтапно постепенно то есть они не так что бух как снежный ком за один-два дня все вели постепенно плавненько и это очень правильно потому что допустим в москве нам звонят и рассказывают что там что-то вообще то есть надвигается такое невероятное мы тоже будем вас держать но у нас да у нас получается есть просто знакомый он сам родом с крыма и ему опять же ему родственники звонят говорят сейчас получается всю росгвардию всю короче стягивают сажать сажают на автобусы и прям такими колоннами автобусами отправляют всех всех на москву всех на москву теперь всех с отпусков вызывают абсолютно всех так что там что-то будет вообще невероятное говорят что в москву полностью закроют еще не знаю закрыли нет но вот собираются полностью закрывать не на въезд не на выезд чтобы чтобы так что творится у нас виталик когда-то был работал позавчера работал он говорит на автобусах ну помните да наверное я уже не раз показывала что водитель отгорожен от всех пассажиров лентами сейчас еще добавилось объявление в каждом автобусе запускает только 50 процентов пассажиров то есть если автобус предназначен на 40 но там был обычная обычная получается видел на автобусах но не на одном автобусе уже видел четко вот по 17 человек как это будет контролироваться никто не знает скорее всего это будет контролировать водитель наверняка ну наверно даже по моему в сети видео из варшавы как в автобусе или трамвае было по моему много человек никто не захотел выходить и вызвали полицию честно не смотрел это только со слов знакомых это это пока не проверенная информация дальше что по отношению вообще то есть гуляния гулять однозначно запрещено можно выходить только по делам по каким-то особо важным например работа расскажи что тебя с работой выдали вам а ну да нам получается выдали такие бумажечки сейчас показать не могу потому что я ее выдали и я короче в спешке уже когда уходил домой я ее там короче на рабочем месте и забыл когда буду в следующий раз на работе просто выпишу новую сделаю получается бумажечки выдали в котором написано что ты действительно работаешь да то есть эти бумажечки идут на фирменном бланке то есть от работодателя что я работаю в такой-то компании там там-то там-то для того чтобы если меня где-то по пути остановит наряд полиции чтобы я мог предоставить получается паспорт эту бумажечку и чтобы они поняли что я либо либо на работу иду либо с работы что не просто так гуляю вот видимо видимо что то такое тоже надвигается потом по поводу количества человек на улице да то есть ты можешь ходить на опять же не ходить ты должен идти куда-то с важной целью например в магазин в аптеку и не больше двух человек и если семья можно больше но опять же мы не выходим больше двух вот даже сейчас можно было выйти немножко погулять с детьми у нас во дворе давно что но никого нет сейчас вот за дом зайти просто присадить их на лавочку здесь элементарно посидеть там мультики посмотреть с телефона элементарно но не стали искать вышли вдвоем просто открыли окна дом сегодня на самом деле погода вообще шикарная сегодня прям весна весна птицы поют вот даже окно получается открыли и дома дома жарко дома прохладнее даже не становится и на самом деле очень обидно терять это время весна это как раз такое время когда нужно наслаждаться природы ты не видишь ее потому что ты сидишь дома в заперти мы уже не знаем у нас кстати очень мало книг потому что мы с собой практически естественно ничего не привезли так есть только книжка там четыре польские за четыре недели то есть у славы тоже ну как бы книг особо нет вот но слава хорошо слова сейчас читает все онлайн уже пересмотрели кучу фильмов и на польском у славы есть чем заниматься да потому что на самом деле уроков очень много и они с каждым днем добавляются и добавляются тем более помимо уроков ей еще параллельно нужно все-таки усиленно вдвойне втройне учить польский язык так что вот так что еще по поводу я и кстати я кстати вставлю покажу там где вы со славой вот пару дней назад выходили в магазин и не пару дней это мы вчера расскажешь да да в общем выходили во вчера на улицу я говорю слав собирайся пойдем в магазин у него такие квадратные глаза мама у тебя что есть лишних тридцать тысяч злотых игр от куда ты взяла то есть дети тоже в курсе дети мониторят эту обстановку мы не обсуждаем тему корону тему ну вот так вот прям явно да эту тему да какие штрафы еще что-то видимо интернет пестрит вообще всей этой информации она знает что сейчас усилился штраф ну повысили штраф за нарушение режима карантина с пяти тысяч злотых до 30 но это для тех кто приехал с какой-то страны она же тоже но она же карантин я на карантине школа отправила меня на карантин значит если я выйду на улицу штраф будет 30 тысяч злотых и мы идем в магазин у нас магазин реально 150 метров может еще ближе она идет оглядывается мам а если вот сейчас кто-то нас там арестует остановлю это дело такое когда они снимали видео куда вы в инстаграм на снимали видео и слова где-то там вдалеке увидела кого-то в форме в какой-то ну еще что-то не показали или такой паника сразу паника в глазах она уже хотела бежать куда-то убегать куда-то бежать а да еще у нас кончилась туалетная бумага это было смешно мы идем играть чё слав ты паникер ты купила туалетную бумагу нет она у нас правда закончилась так что я вставлю вам я свои stories получается то есть в инстаграме мы выкладываем чуть больше информации такой все таки нельзя просто не может не у всех есть возможность в инстаграм заходить поэтому я иногда буду вставлять такие кусочки кусочки до видео которые мы снимаем вот просто сейчас хотим закупиться чуть больше чтобы я не выходила всю неделю на улицу не очень хочется ходить одной если честно и вообще не очень хочется выходить хотя ну я заметила что вот мы вышли вчера со славой и я смотрю ходят мамы с детьми с маленькими прям по улице ну я считаю что это как бы ну может быть им конечно по делам куда-то надо может быть не могут оставить ребенка дома но если все-таки карантин то давайте придерживаться карантина как бы мы не относились к этому верили не верили во все это считали что это фикция или еще что-то давайте соблюдать карантин есть карантин значит нужно сидеть на карантине а и кстати еще вчера мы проводили прямой эфир все-таки у нас получился но качество связи было очень плохое видимо скорость интернета сейчас что-то вот ну во первых скорость интернета вот во вторых наверное все таки это камера которая у нас в моноблоке встроена она как бы не лучшего качества и мы даже не стали сохранять это видео на канале потому что качество было так себе вообще не очень и очень поэтому поэтому подожди давайте вернемся к тому вопросу что нам надо набрать срочно 1000 подписчиков поэтому все кто еще не подписаны нажимайте на красную кнопку подписаться подписывайтесь и у нас откроется новая функция мы сможем снимать прямые эфиры с телефона на телефоне качество ну на телефоне в любом случае качество будет получше пока мы еще техника не разжились еще у нас нет кучу кучу от этих переходников чтобы мы могли спокойно как веб-камеру подключать обычную нашу камеру да а сейчас набираем тысячу подписчиков и с телефона будем вести прямые эфиры любом случае качество будет получше уже но мы тогда пойдем сейчас магазин на закупы по закупы или на закупы ну вроде на на закупы ну что вернулись на закуп сейчас такое время когда ты не можешь выходить на улицу реально все домашние только и ходят к холодильнику то есть если раньше у нас было четко завтрак ковет ужин сейчас прям вереницы они ходят друг за другом только к холодильнику опять компьютер опять к холодильнику в общем сейчас будут снова бургеры сегодня не сейчас сегодня вечером показывала вот эти котлетки это еще остались с прошлого раза я довольна и мне они очень понравились бургер с курчаком на самом деле прикольная такая вещь сырочек купила обычный тоже такой же мне очень понравилось достаточно хороший а булок для бургеров не было купила обычные которые куда продаются в бедронке посмотрим что из них получится но я думаю должно получиться и еще сейчас посмотрим что-нибудь с детьми по моему это будет скорее всего седьмая часть гарри поттера то есть уже все окончательно уже досматриваем гарри поттера вот а потом вечером с виталькой посмотрим виталь как называется кинома достать ножи достать ножи это криминальный какой-то детектив ну очень советовали сказали он правда взрослый там 18 плюс ну поэтому мы и будем смотреть уже без детей да посмотрим его вечером вот с вами увидимся завтра а еще раз скажи нам сегодня первый раз стало страшно когда мы шли по улице в общем выходим мы сейчас не сейчас вот когда пошли в магазин выходим из калитки и перед нами идет мужчина с луком реально и стрелами лук и стрелы реально огроменный вот такой щи лук и ветер говорит он наверное пошел отстреливать больных коронавирусом понятно что нельзя над этим смеяться но мало ли может будут подозрительные личности а у него есть средства защиты у него сразу есть лук и стрелы да вот так что с вами увидимся завтра не забудьте подписаться поставить лайк написать нам хорошие комментарии что нибудь спросить что нибудь просто поделиться чем-нибудь своим ой ты уже кушать ну вот я же говорю пока все всем пока пока